здравствуйте друзья приветствую вас на канале forest lamp продолжаю попею со своими дубовыми быками кому интересно будет продолжение еще третьей части где уже будет все финале сейчас варим под них станины железные пластины 350 на 750 на 150 их штырях нас на 100 толщиной то есть будет под зависать в воздухе тут бык кто первой части не видел вкратце в течение минуты будет прокручена не участие элементов с первой части самого этой эпопеи с быками на чпу вот сейчас сам будет сама такой процесс самый трудный тоже самих бог быков отшлифовка подгонка всех элементов они уже превратились саму скульптуру соответственно очень много пылищ и начинаешь более крупные наждачки доходишь там день до 240 даже местами 320 использовал где нужно было подчеркнуть те части которые при покрытии маслом были максимально сверлами потому что я уже так и тут методом научного опыта если хочешь чтобы вещь была более темнее и шлифуешь более крупной наждачкой то есть 120 180 вещь будет с первого хода уже на тон темнее если начнешь шлифовать там 240 или тому же дальше продолжить там когда 320 доберешься то эта вещь сколько не покрывает часть будет всегда светлее на тоне при уже готовых быках в это сами заметьте что те части которые должны были выпирать была задача по немножко были светлее чем со внутренности то есть появился более объемность и глубина цвета соответственно те части что выпирают у них икры мышцы которые видны они будут на тон светлее потому что они были шлифованы более тонкой наждачкой но вот это самая нудная вещь когда не знаешь уже куда где откуда можно подлезть здесь еще пока допускается что это еще половинки быков но когда он уже принимает форму целой вещи там уже никакой болгарка не залезешь начинаешь подруг инструмент какие-то насадки какие там придумывал на станке на набор машинку наматывал наждачку все четыре там изоленты и проволочками чтобы где-то какое-то распушение было можно было залезть какие-то потайные части быка как не дух скобит пока ты вот дошлифуешь тоже не один раз заглянишь быку в задницу непонятный будут вертишь как угодно он весит 22 килограмма только бык мы почти повесили плюс-минус 22 даже с кем там это просто уже в собранном виде вот соответственно когда он будет на станине тут уже поле по-любому на за трицах у перевалится чувствуется что-то тяжелая вещь ну надо полагать что он длину на 860 ширина в районе трехсот пятидесяти и высота 620 то есть такая вещь и тем более это все не пустотело из цельного дуба как бы это учет того что то все это просушены и пострессе это было бы там из листиницы и не сушеных конечно бы порвало но сам факт бы какой бы это было бы тяжелая вещь вот все был берег по саму первую часть потому что хотелось как бы народ не против был когда я был задавался вопросов длинных видео чтобы все моменты были указаны конечно тоже можно все это быстро по прокрутить в течение 10 минут показать все это изделие и я не думаю что ну конечно для отбывателя это будет понятно что вот была доска и появился дуб половина сделали на чпу тут руками дошлифовал маслом покрыл вот и все но все элементарно все просто чтобы как бы не складывалось такого впечатления все что как иллюзия многие вот как я сам свое время это на это попался смотришь на в интернете как делаются ролики там несколько лет назад и казалось все же так просто ну вот животом обрезал вот он приклеил вот он шлифанул струганул такая вещь когда начинаешь это сам делать но не получается абсолютно также тем более с первого раза соответственно как бы показал все нюансы сколько это все уходит убит учесть что это все было подрезано по времени смонтирована то есть реально это очень много времени то есть человека часах это не так не так это все это быстро происходит тем более я как бы не считаю себя сетчевым человеком я почитаю максимально быстрый результат получать то есть это у меня болезни из этого я не люблю шлифовать потому что кажется мы все уже отшлифовал начинаешь покрывать маслом и все этого и косяки вылазят здесь ты там не дошлифовал здесь это масло показывает все царапинки все что не прошел прозрачная к этому более лояльно относится нежели какие-то цветные масла соответственно ну вот и старался быка этого шлифовать больше в разобранном виде потому что когда-то будет целиком будет собрано уже могло к некоторым частям будет не добраться это особенно по первому быку сразу все выяснилось и второго уже старался быка более минимизировать то есть делать по отдельности по частям сошлифовать потом каждую правую левую часть потихоньку подклеивать и смотреть что нужно будет убираться сразу же потому что потом когда между этими ногами никакой болгаркой ну там не подлезешь и все нужно дисками более там на десятку то есть он начинает цеплять и вещь которых тоже отшлифовал может зацепить копыта и запилить там какой-нибудь бороздом пока ты где-то пузы ему шлифовал до пуза это вообще неудобное место копытом его прикрывает и вот эти все стыки сошлифовывать немножко неудобно я уже не говорю там если бы еще вручную это все это шлифовалось понятно что как бы механизация помогает но тут еще нужно немножко и фантазию придумать чтобы его где-нибудь не заклинило такая вот конструкция получается потому и пришлось снимать это все более подробно с нюансами дети накладывалось не что выравнивалось только даже будет в конце как вот рок отвалился даже то что отвалился то что вас при вырезании не ушли в длину и рок стал короче пришлось его доклеивать и отдельно дошлифовывать то есть такового не как тут не все учтешь с первого раза это есть такие нюансы но при этом как бы минимальный минимальный расход материала все если было без ограничения по крайней мере максимально материале то можно было конечно просто всего быка склеить в щитах в размер из него потом это все вырезать но обрезка было бы очень много ну и по деньгам это было бы но полтора раза минимум по дереву очень просто посчитать щиты если среднем щит доски доска будет на 50 сделать щиты 900 это мы вприток еще считаем не метровые 900 потому что бык у нас выходит 9 860 ну будем считать что грубо метр на 70 нужно будет наклеить таких щитов а их будет раз два три 4 5 6 6 7 8 щитов 8 на 5 400 соответственно если это два таких это на 800 ну это практически куб куб дуба плюс-минус на всякие нюансы плюс это все со строгается он станет еще худеет я просто посчитал в доске то есть и начинаешь высчитывать что принципе тут бы на этой экономии из двух быков можно было еще одного бы сделать просто исходя из объема деревесины и склеить ну и опять же здесь нюанс в этом быке вы можно было конечно упростить нарезать его кольцами и это было минимальный бы расход древесины если бы просто вырезался его к колбасу сначала задняя часть потом пузо на к на коляске нарезанную и все это склеивался так вилла делался медведь и это было бы минимально конечно расход дерева и держалась бы хорошо но после обработки он был бы просто полосатый как обычный щит склейного дерева потому что склейка бы все равно эти полосочки были бы видны особенно если под темным маслом сто процентов это уже был бы не не быка зебра задача стояла чтобы оставить максимум как максимум больше само древесины что допустим бык стоит и него нету вдоль всего тела полосы и там 2 даже полос чтобы это было что это все из сильного куска соответственно подбирались широкие плашки там на 28 на 280 даже были на 320 я думаю несколько досок и виток мы считал старались склеить по-максимальному минимизировать эти все полоски соответственно в принципе так вот вы видите это даже сегменты пришлось надо клеивать прям маленькие кусочки где-то не учел обрезал подрезал сдвинулась и соответственно все это потом подгоняешь чтобы это все склеилось некий щели не осталось потому что медикат идеально это нужно был угол вы высчитать он совпал и вклеить его тут потому что сильно шпаклевка не намажешься это будет покрыто маслом и фактура дерева должна быть видна и соответственно все это шпаклевка вылезет то есть какие-то вещи зашпаклевывать небольшие стыки потом все это вышлифовываешь и все и получается такой более-менее идеальный вариант такого вот прям брутальных быков вот такого получил получилась видео кто хочет до конца досмотреть смотрите подписывайтесь в третья часть будет интереснее потому что сама будет уже покрытие быка стальная это основа его и тем более они там уже будут два одинаковых говорится скорее встретятся два брата акробата до новых встреч друзья счастливо здравствуйте друзья приветствую вас на канале forest lamp продолжаю попею со своими дубовыми быками кому интересно будет продолжение еще третьей части где уже будет все в финале сейчас варим под них станины железные пластины 350 на 750 на 150 их штырях нас на 100 толщиной то есть будет только под зависать в воздухе этот бык кто первой части не видел вкратце в течение минуты будет прокручена не участие элементов с первой части самого этой эпопеи с быками на чпу вот сейчас сам будет сам такой процесс самый трудный тоже вот самих бог быков отшлифовка подгонка всех элементов они уже превратились саму скульптуру соответственно очень много пылищ и начинаешь более крупные наждачки доходишь там где до 240 даже местами 320 использовал где нужно было подчеркнуть те части которые при покрытии маслом были максимально сверлыми потому что я уже так и тут методом научного опыта если хочешь чтобы вещь была более темнее и шлифует более крупной наждачкой то есть 120 180 вещь будет с первого хода уже на тон темнее если начнет шлифовать там 240 или тому же дальше продолжить там под до 320 доберешься то эта вещь сколько не покрывает часть будет всегда светлее на тоне при уже готовый быках вы это сами заметьте что те части которые должны были выпирать была задача по немножко были светлее чем со внутренности то есть появился более объемность и глубина цвета соответственно и части что и выпирают у них икры мышцы которые видно не будут на тон светлее потому что они были шлифованы более тонкой наждачкой но вот это самая нудная вещь когда не знаешь уже куда где откуда можно подлезть здесь еще пока допускается стоит еще половинки быков но когда он уже принимает форму целой вещи там уже никакой болгарка не залезешь начинаешь придумать инструмент какие-то насадки какие-то там придумывал на станке на набор машинку наматывал наждачку все четыре там изоленты и проволочками чтобы где-то какое-то распушение было можно было залезть какие-то потайные части быка как не думал пока ты туда шлифует уже не один раз заглянешь быков задницу непонятный вот вертишь как угодно он весит 22 килограмма только бык мы почти повесили плюс-минус 22 даже с кем там это вот просто уже в собранном виде вот соответственно когда он будет на станине тут уже по любому на затрецах у перевалится чувствуется что-то тяжелая вещь ну надо полагать что он в длину на 860 ширина в районе 350 и высота 620 то есть такая вещь и тем более это все не пустотело из цельного дуба как бы с тем того что это все это просушено я представляю если это было бы там из листиницы и не сушеный конечно бы порвало но сам факт бы какой бы это было бы тяжелая вещь вот все был берег по самую первую часть потому что хотелось как бы народ не против был когда я был задавался вопросов длинных видео чтобы все моменты были указаны конечно тоже можно все это быстро по прокрутить в течение 10 минут показать все это изделие и я не думаю что ну конечно для отбывателя это будет понятно что вот была доска и появился дуб половина сделали на чпу тут руками дошлифовал маслом покрыл вот и все ну все элементарно все просто чтобы как бы не складывалось такого впечатления все что как иллюзия многие вот как я сам свое время это на это попался смотришь на в интернете как делаются ролики там несколько лет назад и казалось все же так просто ну вот же вот он обрезал вот он приклеил вот он шлифанул струганул такая вещь когда начинаешь это сам делать но не получается абсолютно также тем более с первого раза соответственно как бы показал все нюансы сколько это все уходит это учесть что это все было подрезано по времени смонтирована то есть реально это очень много времени то есть в человека часах это не так не так это все это быстро происходит тем более я как бы не считаю себя ситчевым человеком я предпочитаю максимально быстрый результат получать то есть это у меня болезни из этого я не люблю шлифовать потому что кажется ну все уже отшлифовал начинаешь покрывать маслом и все эти косяки вылазят здесь ты там не дошлифовал здесь это масло показывает все царапинки все что не прошел прозрачная к этому более лояльно относится нежели какие-то цветные масла соответственно ну вот и старался сады быка этого шлифовать больше в разобранном виде потому что когда-то будет целиком будет собрано уже могло к некоторым частям будет не добраться это особенно по первому быку сразу все выяснилось и 2 уже старался бы к более минимизировать то сделать отдельности по частям сошлифовать потом каждую правую левую часть потихоньку подклеивать и смотрите что нужно будет убираться сразу же потому что потом когда между этими ногами никакой болгаркой не подлезешь особенно уже дисками более там не на десятку то есть он начинает цеплять и вещь которых тоже отшлифовал можно цепить копыта и запилить там какой-нибудь борозду пока ты где-то пузы ему шлифовал до пуза это вообще неудобное место копытом его прикрывает и такие все стыки сошлифовывать немножко неудобно я уже не говорю там если бы еще вручную это все это шлифовалось понятно что как бы механизация это помогает но тут еще нужно немножко и фантазию придумать чтобы он где-то не заклинило такая вот конструкция получается потому и пришлось снимать это все более подробно с нюансами дети накладывалось не что выравнивалось только даже будет в конце как вот рог отвалился даже то что отвалился то что его при вырезании не ушли его длину и рок